С каждым годом в полицию обращаются все больше людей, попавшихся на уловки так называемых дистанционных мошенников. Такие люди не совершают кражи, но поделывают документы и не занимаются ничем таким, что подразумевает необходимость физического контакта с человеком или каким-либо объектом. Они действуют удаленно посредством интернета или средств мобильной связи. К сожалению, с развитием цифровых технологий развиваются и мошенники. Сейчас, когда абсолютно у каждого человека есть смартфон со свободным доступом к сети, и на нем установлены приложения онлайн-банкинга и электронных кошельков, мошенникам достаточно легко украсть деньги. Но в любом случае им для этого потребуется помощь владельца устройства. Поэтому, чтобы обезопасить себя и свои сбережения, необходимо знать схемы, которые могут проворачивать цифровые мошенники. Основной метод дистанционных мошенников Основная схема дистанционных мошенников, как и большая часть методик обычных мошенников, основывается на доверии людей. Злоумышленники отправляют СМС, сообщения в любом приложении мессенджере или в социальной сети со ссылкой, которая ведет на фишинговый ресурс. После открытия страницы на устройстве, на него загружается вирусная программа, которая может предоставить мошенникам полный доступ к смартфону. Недавно уполномоченный эксперт Раскачество дала комментарий по поводу дистанционного мошенничества. В частности, она сообщила о том, что в последние пару лет люди стали часто обращаться по поводу кражи денег со счетов карт. Все заявления были одинаковыми. Человек получал СМС-сообщение, открывал его, и после этого с его счета пропали деньги. Подобное сообщение начиналось со слова «инфоу». В его тексте был зашифрован скрипт, который внедрялся в операционную систему телефона, предоставляя мошенникам полный доступ к устройству. Код вируса был написан таким образом, что он внедрялся в систему сразу после того, как СМС было прочитано. То есть пользователю даже не нужно было переходить по каким-либо ссылкам. Поэтому, если вам на телефон пришло сообщение, которое начинается с текста «инфоу», то ни в коем случае не нужно его открывать, увидеть начало текста СМС можно в шторке телефона или в списке диалогов в меню отправки сообщений. Чтобы избавиться от вредоносного СМС, достаточно просто удалить всю ветку диалога с номером, с которого было отправлено сообщение. Это можно сделать, не открывая его. Мошенничество с помощью приложений. С развитием технологий люди также становятся умнее. Если буквально 5-7 лет назад большинство лиц только немного знакомых с цифровой техникой, мошенники могли заставить перейти по ссылке, приписав какую-либо интригующую надпись, то сейчас это не работает. Поэтому мошенники перешли на приложение. В том же самом полученном адресе может содержаться ссылка на скачивание какого-либо приложения. Это может быть популярная игра, софт и так далее, и программа абсолютно не будет отличаться от той версии, которую можно загрузить в официальном магазине приложений телефона. Однако это только на первый взгляд. Тот установочный файл приложения, на который ведет ссылка, был предварительно модернизирован мошенниками. При его инсталляции вместе с программой устанавливается вирус, предоставляющий злоумышленникам полный доступ к телефону. Важно! Если вы хотите загрузить какое-либо приложение или игру, то это рекомендуется делать только с официального магазина. Для устройств под управлением Android – это Play Market, для смартфонов компании Apple – это App Store, для смартфонов Xiaomi – это Play Market и Mi Store. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!